То, что мы сейчас расскажем, многих может шокировать. Мы расскажем о технологиях ЛОО. Впервые будет раскрыт настоящий, подлинный, физический принцип движения ЛОО. Мы расскажем о новых видах энергии. Мы расскажем о оружии завтрашнего дня. То, что мы сейчас расскажем, может показаться невероятным. Но это самая настоящая проверенная информация. Многократно проверенная, подтвержденная экспериментами, расчетами и формулами. Мы расскажем о реальном положении дел в современной науке. Мы расскажем то, о чем вы никогда не слышали. Мы расскажем то, о чем никто не решался говорить. Когда мы отдаем ребенка в ВУЗ, мы надеемся, что он получит качественное образование. Нам бы этого очень хотелось. Но реальность несколько другая. Есть один забавный математически доказанный факт. Если бы реальный мир был создан по современным законам физики, то он не просуществовал бы ни секунды. Не было бы ни планет, не было бы Солнца, не было бы ничего. Было бы моментальное осклопывание системы. Лавинообразный процесс. Это доказано математически. Ньютон вывел замечательную формулу. Закон всемирного тяготения. Но есть одна особенность. Формула выведена буквально наугад. Яблоко по этой формуле на Землю упасть не может в принципе. Яблоко по этой формуле может только улететь в космос далее. Для того, чтобы яблоко на Землю все-таки упало, необходимо, чтобы перед формулой стоял минус. В физическом смысле это самый настоящий, волшебный, ниоткуда не взятый минус. Буквально имеет место самая банальная подтасовка, прописанная во всех современных учебниках. Луна на таких законах в принципе не могла бы держаться на орбите. Нет сил, обеспечивающих равновесие. Проверить это может любой физик. Задать единичное исключение и просчитать, куда именно направлены силы. Но самая большая беда, что этот минус не единственное вранье в системе образования и фундаментальной науки. Большая часть современной физики построена на подтасовках и фальсификациях. Масштабы фальсификации настолько огромны, что это околонаучное вранье прописано практически во всех учебниках. За наиболее правдоподобное вранье имело даже место выдвижение на Нобелевские премии. Процесс разрастался как снежный ком. Для того, чтобы обосновать волшебный минус, без которого яблоко на землю упасть не может, создавались целые науки, осуществляющие волшебные операции с минусами. Примером может служить векторная алгебра. Суть в следующем. Есть такое понятие величина. Скалярная величина. Это обобщение конкретных понятий. Длины, площади, веса и так далее. В природе это метр-литр. Никакая величина в природе не может быть отрицательной. Это легко проверить экспериментально. Куда бы мы не направляли этот метр, как бы мы его в пространстве не располагали, он не может быть отрицательным. Конечным значением любой величины линейной является ноль. Дальше за нулем вообще нет никакой величины. Это экспериментально доказано, но теоретикам нужен минус. Без него яблоко на землю не падает. Можно было докопаться до сути, разобраться в причинах, исправить ошибку. Но теоретики делают проще. Теоретики устраивают целую систему правдоподобного вранья. И именно векторная алгебра, как наука, занимается подменой понятий число и величина. Подмена понятий это когда жирафа называют хокодилом. 48 метров это не число, а величина. И 48 миллиметров это не число, а величина. Сами величины не являются числами. Посредством чисел мы можем только их описывать. Другой момент. Можно ли из ничего сделать нечто? Ну вот взять ровно ничего и из ничего что-либо построить. Можно ли набрать нулей? Из них что-нибудь реально создать. Ну, к примеру, берем ноль, прибавляем ноль, прибавляем ноль. Получим ли мы какой-либо результат? Сколько бы мы нулей не прибавляли, как бы мы в этом направлении не продвигались, любое количество нулей, ничего кроме нуля нам дать не может по определению. От нуля овечек мы получим ноль ягнят. Ноль посеянного сигнала нам даст ноль урожая. Это понимает любой здравомыслящий человек, но понимает не каждый академик. Некоторые академики мечтают о том, что источник диаметра ноль может что-либо состоять. Например, может состоять отрезок, прямая. То есть в их представлении буквально расстояние может состоять из ничегошек. Давайте проведем эксперимент. Разделим длину на составные части. Мы можем делить на какие угодно части, на большие, на маленькие, на очень маленькие. Результатом деления не будет являться ноль. Результатом деления будет являться линейная величина. Давайте рассмотрим по-другому. Давайте попробуем создать расстояние. Разместим в пространстве одну метку и вторую. Пусть на расстоянии, предположим, один метр. Получилось. Теперь давайте попробуем создать длину. Расположим между нашими двумя метками точки диаметра ноль. Одну точку, две, десять, сто десять, миллион, миллиард. Точки диаметра ноль у нас являются ничемушками. Они не могут составлять длину. Для того, чтобы нам получить длину, нам надо взять какое-то выражение длины. Мы можем взять какие-то отрезки. Можем взять какие-то выражения реальной длины. И заполнить эту длину чем-то реальным. Тогда у нас получится длина. Длину невозможно задать никакими абстракциями точка нулевого диаметра. Невозможно задать цифрой, невозможно задать ничемушкой. Длина задается только величиной. Теории о ничемушках преподаются в лучших вузах страны, в том числе в МГУ. Преподаются в общеобразовательных школах. Преподаватели вынуждены рассказывать детям, что прямая состоит из ничемушек, из точек нулевого диаметра. Все это потому, что добрые дяди-академики навязывают этот бред в системе образования. Далее. Не существует никаких отрицательных сил. И это легко доказать экспериментально. Мы можем приложить к плоскости любое усилие. Большое усилие, малое усилие. Но мы не можем приложить к плоскости отрицательного усилия. Мы можем давить на плоскость или тянуть ее на себя. В любом случае мы получаем положительную силу. Значение от нуля до бесконечности. Это экспериментально доказано. Но некоторым академикам отрицательные силы и отрицательные энергии необходимы. Без этого не сойдутся их теории. И академики в буквальном смысле идут на обман. Возникает вопрос. Кто собственно несет ответственность за то, что нашим детям в учебных заведениях забивают голову бредом? Что такое физическое отделение рам? Это прежде всего люди. Люди замечательные. Академики. Велихов. Гинсбург. Алфюров. Лауреаты. В том числе нобелевские лауреаты. Но это одна сторона медали. Другая сторона медали это то, что несколько поколений студентов получают образование по безграмотным учебным пособиям. Например, Академик Рубаков. Специалист в космологии. Замечательный человек. Популяризирует теорию большого взрыва. Продукт очень модный на западе. Но однако продукт совершенно несостоятельный. Это доказано математически. Зачем заимствовать за рубежом весь этот несостоятельный околонаучных ламп? Те ученые, которые пропагандируют большой взрыв сегодня, в 21 веке, являются такими же шарлатанами от науки, как средневековые алхимики, добывающие золото, скажем, из машинного помета. Ситуация в современной фундаментальной физике сродни со средневековьем. Какой только бред не воспевается. Темная энергия. Кротовые норы. Одни названия чего стоят. Если теория несостоятельна, зачем ее проявлять в наше наушное пространство? В науке много разговоров о многомерных пространствах. Давайте проведем эксперимент и выясним, сколько действительно мерностей имеет пространство, в котором мы находимся. Речь идет о геометрических мерностях. Возьмем опытный объект, имеющий реальную массу, реальный объем. Переместим этот объект в ортогональных направлениях. Переместим его вертикально. Поднимем вверх и впустим. Переместим в направлении север-юг. Это вторая геометрическая мерность. Переместим в направлении запад-восток. Третья геометрическая мерность. Результат однозначен. Опытный шар не может быть перемещен вдоль каких-либо любых дополнительных осей, заданных ортогонально сходу. Все перемещения этого шара через прямой угол совпадают с ранее озвученными осями. То есть экспериментально доказано, что пространство, в котором мы находимся, имеет ровно три геометрические мерности. Ни пять, ни восемь, ни шестнадцать, ни сколько было-то еще. Ровно три геометрические мерности. Ни одна из этих геометрических мерностей не является временем. Мы не можем расположить время под прямым углом крайней, обозначенным геометрической мерностью. Время само по себе не является геометрической сущностью, геометрической мерностью. Представление о том, что время якобы является дополнительно геометрической мерностью, Они интеллектуально не состоятельны, они являются околонаучными спекуляциями, их рекламируют шарлатаны от науки. Да некоторые из них академики, но это самые настоящие шарлатаны такие же как средневековые алхимики. Вы видели реальный эксперимент. Раз доказана трёхмерность нашего реального пространства, то все остальные пространства не трёхмерные, являются выдуманными, не существующими шарлатанскими пространствами, вне зависимости от того кто их придумал и каким академикам это нравится. Для обоснования кривой геометрии используется банальная подмена терминов, подмена терминов это когда шифомер вне зависимости от того, что они называют унитазом. Давайте рассмотрим пример из репертуара современных теоретиков. Пусть поверхность сферы является пространством, тогда прямая проведённая на этой поверхности сферы будет иметь непрямую форму, будет иметь кривую форму. Стоп, а теперь давайте вдумаемся в то, что мы сейчас услышали. Пусть поверхность сферы будет являться пространством. Поверхность сферы изначально является плоским объектом. Ни один плоский объект не имеет никакого объёма, ни один плоский объект не может являться по определению пространства. То есть в наличии самая банальная подмена терминов, самая банальная фальсификация. Ведь подобные фальсификации используют самые обычные шарлатаны от науки. Все кривые геометрии и последующие научные построения, построенные на этих кривых геометриях, изначально являются фальсификацией, никчёмной околонаучной спекуляцией. В gutının требуется фальсифики,と思います. С другой стороны. Это, конечно, анекдот, но путать плоское с объемным это не умнее, чем путать ноги и уши. Сказки об искривлениях пространства ученые придумали, чтобы как-то обосновать свою беспомощность в решении элементарных задач. Давайте проведем эксперимент по обнаружению пространства. Это сделать, в принципе, несложно, да, мы находимся в пространстве, попытаемся в нем обнаружить подпространство и обнаружить искривление. Возьмем аналог геотезической линии, возьмем опытный объект органического происхождения тыквы, если геометрическая концепция теории относительности верна, то опытный конец искривленной попадет в тыкву, расположенную в реальном трехмерном пространстве. Пробу испытываем. Вне зависимости от количества экспериментов, опытный объект у нас в подпространство не попадает. Опытный объект попадает в тыкву, размещенную в реальном пространстве. Сомневающиеся в результатах эксперимента теоретики могут заменить опытный объект тыква на голову сомневающегося теоретика. Единственное, что теория относительности позволяет, это правдоподобно фальсифицировать результаты. Если теоретик набрал в исходной аксиоматике, то чтобы он дальше не рассчитывал, какие бы у него не были замечательные результаты, они будут являться фальсификацией. При таком подходе нет ровно никакой причинно-следственной связи между результатами расчета и реальным физическим явлением, между предполагаемым и действительным. Если в результате состряпанных расчетов вы получили цифру 6, то это не значит, что в земли 6 лун, или на руке 6 пальцев, или что существует какой-то темный палец в картовой норе. Это лишь означает, что у вас исходный расчет построен на неверной аксиоматике. Можно получить цифру 6, но нужно, чтобы была причина следственная связь между явлением и расчетом. Все кривые подпостроения имеют столько же отношения к отклонению пучка фотона, столько же, сколько к форме семечка в желудке шестистого носорога. Ровно никакого отношения, все это блеф и банальная околонаучная фальсификация. Мы привыкли воспринимать теорию относительности как что-то умное. Но объединение необъединяемых вещей – это метод шамлатанов. Можно сколько угодно навыдумывать континуумы. Но они изначально не могут иметь никакого научного смысла. Например, цветотемпературные континуумы, реальные физические процессы, термины физически связанные. А в действительности физического смысла нет как такового. К примеру, можно разбираться в городском бюджете и в системе канализации. Но если смешать городской бюджет и систему канализации, то в этом бюджетно-канализационном континууме уже не сможет разобраться ни один специалист. Он может стараться, он может казаться умным. Но статьи бюджета уже смыты канализацией. Поэтому люди взрывомыслящие разбираются отдельно, отдельно разбираются с канализацией, отдельно с бюджетом, отдельно разбираются со временем, отдельно разбираются с пространством. Известное выражение «сало, мед, компот и гвозди» наглядно передает смысл континуума. Смешаем сало. Добавим туда немножко гвоздей, добавим туда компота. Мы получили замечательный сало гвоздиковый континуум. Научного смысла в этом сало гвоздиковый континууме ровно столько, что только в пространственном временном континууме от Эйнштейна. То есть никакого смысла. Кушать это уже не стоит, в канализацию это выливать не стоит. Зато мы можем беззаботно врать, что гвозди соприкасая с салом искривили пространство, в результате которого освободилась энергия. Сначала сказки о том, что прямая состоит из ничегошек. Потом сказки про то, что плоские объекты являются объемными. Потом сказки про то, что пространство искривляется. В современном виде это уже не наука физика, это уже наука фантастическая ботаника. И ученые, которые эту науку развивают, они должны называться докторами фантастических наук. Закон Ньютона равновыполняется в модели Вселенной состоящей из двух тел и в модели Вселенной заполненной множеством тел. По современным представлениям воздействие внешних тел якобы уравновешено. Если мы спросим современных теоретиков, а действительно ли воздействие внешних тел уравновешено и дает ноль силы? И кто это собственно проверял? В результате выяснится, что это никто не проверял, расчетов не производил. И современным академикам об этом, что внешние тела воздействия не оказывают, буквально в смысле поведала бабушка. И академики этой бабушке поверили. Это уровень современной фундаментальной науки. Если же все таки расчет произвести, то выясняется, что внешнее воздействие не уравновешено и внешние тела влияние на тяготение как раз таки оказывают. А поскольку современные теоретики этот процесс учесть не удосужились, то все остальные дальнейшие построения от этих исходных утверждений являются интеллектуально ничтожными, несостоятельными и не научными. Яблоко на землю может падать одно сценарий. Сценарий первый, когда все тела притягиваются взаимно, отталкиваются, в результате получается сила тяготения и яблоко падает на землю. Также возможен математически второй сценарий. Когда все тела взаимно отталкиваются, в результате получается все равно комплексная сила притягивающая яблоко к земле. Формула одна. Более того, находясь на земле, мы даже сказать уверенно не можем, как там в действительности происходят дела. Какая именно версия тяготения в действительности обеспечила нам падение яблоко. Мы не можем сказать, пока не начнем проводить расчеты или ставить эксперимент. А расчеты и эксперименты однозначно показывают, что падение яблока невозможно по версии комплексного притяжения. Падение яблока на землю возможно только по версии комплексного отталкивания. Это научно доказанный, экспериментально подтверждаемый факт. На прямом тяготении яблоко может только улететь в космос дальний. А это значит что? Это значит, что в очередной раз во всех учебных пособиях прописано самое настоящее средневековое вранье. На этом вранье воспитано уже несколько поколений студентов. Это вранье преподается в лучших вузах страны. Как такое может быть? А такое уже было и было неоднократно. Сначала в представлении теоретиков земля была плоская. В те времена мы бы не смогли объяснить элементарно что такое глобус. Нам бы сказали, что земля не может быть круглая, потому что с нее стекла бы вода и мы сами бы с нее упали. Заметка была плоская. Потом земля в представлении теоретиков стояла в центре мира. И все орбиты других планет имели форму заспираленных петель. Если бы мы спросили теоретиков на том уровне, а адекватно ли ваше представление о мироздании, мы бы могли услышать, что наука достигла небывалых высот. Уже изобретены песочные часы, уже изобретено колесо. Мы бы много чего интересного услышали. А теперь давайте посмотрим, что мы имеем применить на гравитации. Имеем ли мы антигравитационный двигатель? Не имеем. Мы до сих пор осваиваем космос посредством древней китайской реактивной тяги. Если расставить все минусы правильно, то находится ранее не учтенный гравитационный фактор. Реальное физическое явление, обеспечивающее и возгонку хвоста кометы и все остальное. Но вместо того, чтобы учитывать реальные, действительно имеющиеся в природе процессы, современные горе-теоретики ковыряются в нелепых, не существующих в природе искривлениях. Предположим, Земля по прямой падает на Солнце. Земля находится в свободном падении, практической невесомости. И океан принимает форму правильной сферы. Чем отличается схема тела находящегося на орбите от тела находящегося в состоянии невесомости или свободного падения? Принципиально ничем. Точка падения уходит в сторону. А раз тела буквально вне весомости и сил нет, то какие могут быть приливы? По современной версии никаких приливов нет. Их не может быть. Но в природе мы их наблюдаем. Все обоснования природного явления реальных приливов не сходятся с современной физикой. Это признает и академическая наука. Силу от Солнца приложить к телу второй раз мы права не имеем. И силу от Луны приложить к телу второй раз мы права не имеем. А раз нет сил, то и прилив в физическом смысле, в строгом, научном смысле, если нет сил, то прилив обеспечить нечем. Один раз в силу мы ушли, а она обеспечила тяготение. Если рассматривать версию комплексного тяготения, то получается, что воздействие в продольном и подперечном направлении к вектору падения, воздействие это разное. В продольном направлении у нас раздраженная область и силовое воздействие меньше. Вода поднимается на планете как раз с двух сторон. С одной стороны больше, с другой стороны меньше. Что полностью сходится с расчетом по версии комплексного тяготения и с наблюдениями. Если отбросить стороны фантазии размечтавшихся ученых, если исследовать только достоверным научным фактам, то пространство, какое оно есть, бескрайнее. Оно не конечно во всех направлениях. Все пространство на макроуровне равномерно заполнено галактикой. Нет никаких концов пространства, нет никакого края Вселенной. Вселенная не возникала в результате каких-либо волшебных больших взрывов. Никакое пространство не искривляется. Не искривляется ни здесь, ни там, ни где-либо еще. Вселенная была всегда и везде. Это строгий математически доказанный факт. А теперь о хороших новостях. Если исправить из физики этот околонаучный бред, то в результате получается как раз та теория, не имеющая пределов применимости, та теория, которая уже сегодня позволяет получить доступ к невероятно мощному источнику энергии. К той энергии, которая покроет все потребности человечества. Энергии, которая мощнее всего, что имеется сейчас, в том числе ядерной энергии. И эта энергия доступна уже сегодня. Кроме того, эта энергия экологически чиста. Это практически бесплатная энергия. Фаллин Чунлова, это изображение в основном качестве гравитационного поля. И которые имеют более того, что икеористр, как в этих цепках Гравитационного поля, и в экономическом уровне, то же самое, что невероятно, и при этом нет. Наслышлено все, что мы говорим о двух самостоятельных понятиях. О локальной напряженности и о базовой напряженности гравитационного поля. Базовая напряженность гравитационного поля определяется комплексом тел, то есть всеми телами во Вселенной. При этом для базовой напряженности гравитационного поля возможен только один вариант базовая напряженность гравитационного поля в любой точке пространства константна и это не зависит от приближения к телам не зависит от приближения к массе в свою очередь значение напряженности базового гравитационного поля одномоментно является максимально возможным если мы сравним частную гравитацию Земли и реальную базовую гравитацию Вселенского поля то различия колоссальны значения с неприличным количеством нулей если представлять это графически то различия сопоставимы с километрами и неразличимой долей одного миллиметра на графике долями миллиметра обозначится то что создает Земля а километрами то что создается Вселенная происходит это потому что гравитационные поля накладываются друг на друга а гравитационное воздействие не ограничивается с расстоянием с расширением области также увеличивается количество объектов количество масс участвующих в взаимодействии в доложении полей друг на друга. Доложение полей выравнивает значение этой базовой напряженности. Речь идет об поле имеющем невероятно большой потенциал этот потенциал в каждой точке пространства. Это доступная энергия которую мы можем использовать уже сегодня. Ряд ученых утверждает что принцип НЛО мы понять не можем он якобы физически невозможен. Живой организм находящийся в НЛО будет претерпевать такие перегрузки что не сможет выжить. Подобную точку зрения озвучивал в частности уважаемый академик Велихов. Давайте посмотрим что имеет место на самом деле. Предположим мы установили человека на некую платформу и приложили усилия к этой платформе. Платформа начинает перемещаться. Естественно человека останавливают силу инерции. А теперь давайте посмотрим как дела обстоят в случае с гравитационным полем. Гравитационное воздействие распространяется на все тела имеющие массу. То есть распространяется и на платформу и на человека на ней находящегося. К каждой точке каждой клетке человека приложена та же сила которая приложена к самой платформе. И если под действием смоделированного гравитационного поля платформа устремится в каком-либо из направлений в том же направлении начнет перемещаться и человек и все что находится в данной зоне в данной системе. При этой схеме движения человек в принципе не будет подвергаться никаким перегрузкам. Та же ситуация и с перемещением вертикально и с перемещением в других направлениях. При перемещении вверх человека не будет в данной системе.